Всех привет! Вы на канале Фольверистика СССР. Приехала первая посылочка с монетами. Думал снять один ролик, но в итоге он получится большой. Решил снять каждую посылочку по отдельности, а потом в конце нарежу. Это я продал значки в Китае и на эти деньги заказал монетки. Эти монетки я купил на Виолите. Сейчас липнет все. Наконец-то. Только почему-то я вижу их три. Должно быть четыре. В итоге, самое главное нету. Вот такое вот кидалово на Виолите. Получается, там была НБУ монета. Ой, медаль. Так, эту я купил до комплектации. У меня такой нету. Чтобы закрыть. Так, двигателя 2016-го. 70 рокер тоже до комплекта докупил. А эту купил, потому что под замену у меня такая есть. Как видите, состояние. Ну, самое интересное то, что... Мне положили самое... Почему я... 30 роки в чернобыльской трагедии. У него было за 90 гривен. На сайте я зашел. Посмотрел на... 500-600 гривен стоит. Сейчас будем связываться. Ну... Как бы... Как бы... Вот этим и доволен. Ну... Такое вот пополнение. Даже на Виолите оплату произвел полностью. Немножко рентинг был у него такой вроде нормальный. То есть оплатил полностью посылку. То есть за монеты скинул полностью предоплату. В итоге, как видите, за месяц 4 приехало 3. Скрины при... Сейчас сделаю скрины. В конце видео закреплю, сколько было куплено. Сейчас буду связываться с продавцом. Всем спасибо за просмотр. Виолите помойка тоже. Ну... Без нее никуда. Тоже там хорошо. В итоге хочешь заэкономить. В итоге... Заказывайте на наложенную платежа. Созвонился я с продавцом. Вот такая должна была медаль. 30 дропи в Чернобыле. Трагедии. Сейчас... Приехать ко мне. Выставил на нее за 90 гривен. Поблизь сильнее я ее сразу и купил. И плюс еще три монеты, которые вы выделили на распечатки. Тираж 20 тысяч штук. Я еще такой... Сначала ее купил. В итоге позвонил. Начал бери-берду всякую молоть. Типа не могу ее найти. Может я ее кому-то другому отпаил. В итоге не стал заморачиваться. Сказал ему скиньте, пожалуйста, назад 90 гривен. И все. В итоге не буду я вам ставить там отрицательные вообще в итоге отзывы. Мне все равно на эту репутацию там, на эту помойку Виолити. Ну, а как бы все равно... Какой вывод сделал? Если вы купили очень дешево, то есть, например, за 90 гривен цена должна быть 600. Не поленитесь, попросите наложный платеж, то и все. Переплатите эти 40-50 гривен. Или новая почта связь в сервис. Тоже... Еще не... Всегда прошу, чтоб так. Но в итоге как-то по-другому. Наложными платежами отправляют. Не поленитесь. Заказывайте лучше так. Переплатите 40 гривен. Ну, как бы я ее на почте открыл. Посмотрел, что этой монеты нету. В принципе, я отказался бы и от остальных двух. В итоге я просто положил две монеты себе в коллекцию. И третью как под замену. Хотелось бы, если уже, знаете, покупаете в одного продавца, ну, хотя бы пару монет. В итоге сейчас доставка, наложный платеж. Как-то это все перекрывается. Такое бывает. Ничего страшного. Ну, вот так вот. Гроши пришли, конфликт вырешен. Я c Toko,fala и я на подставка. Я очень страдаю. Я очень счастлив Iron Man. А?